Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, добро пожаловать в новое видео. Знаешь, когда люди покупают криптовалюту? Когда происходит вот это. Кстати говоря, это произошло тогда, когда биткоин достигал вот этого пика вот здесь, весной 2021 года. И как ты видишь, это вообще был исторический пик биткоина. На самом деле, покупать крипту нужно как раз наоборот, тогда, когда биткоин падает на 70 или 80%. Например, сейчас покупать биткоин намного лучше, чем тогда в мае 2021. И не только биткоин, сейчас хорошее время для накопления и альткоинов. Если ты знаешь какие-то качественные альткоины, которые ты сейчас накапливаешь, напиши их в комментариях. Давай так, ты прямо сейчас в комментариях напишешь топ-10 или топ-5 своих любимых альткоинов, которые, по-твоему, взлетят во время следующего буллрана. Также не забудь поставить лайк. Такие видео отбирают много времени и усилий, поэтому я буду рад, если у нас получится набрать 3000 лайков под этим видео. Если мы наберем 3000 лайков, я сразу же сниму вторую часть, в которой покажу еще 5 криптовалют, за которыми стоит наблюдать в 2023 году. Большое спасибо за поддержку. И, конечно же, не забывай, что это видео не является финансовым советом, поэтому всегда выбирай монеты для инвестиций собственным умом. Это очень важно. Я лишь расскажу о монетах, которые стоят внимания в 2023 году. Их не обязательно покупать. Итак, начнем с такой криптовалюты, как Algorand. Даже председатель комиссии под ценным бумагами биржам США упомянул эту криптовалюту в позитивном ключе. Джереми Хоган, адвокат Ripple, пишет, «У меня есть XRP, потому что я знаю, что SEC не подаст в суд на Ripple второй раз. А также у меня есть Algorand, потому что SEC не подаст в суд на Algorand Foundation вообще». Сильвио Маккалли, профессор компьютерных наук MIT и основатель Algorand. Я с ним работал. У него великолепная технология. Ты можешь создать новый Uber на ее основе. Итак, Algorand был создан в 2019 году. И целью проекта являются ускорение транзакций и сокращение времени, потраченных на транзакции. При этом достижение этих целей у Algorand происходит с помощью решений, которые раздительно отличаются от того, что предлагают другие криптовалюты. Вот о чем говорил председатель Algorand на конференции Decipher в Дубае в 2022 году. Вы говорите про реализацию, я хочу поговорить о том, что мы реализуем, над чем мы работаем каждый божий день, что мы хотим улучшить. И вот эти три вещи прямо на экране. Это наш стратегический приоритет. Свойства основного протокола Algorand – программируемость и функциональная совместимость с другими блокчейнами. Если вы были на конференции в прошлом году, вы видели все те же три стратегических приоритета. Почему? Потому что выполнение этих трех заданий приведет Algorand к успеху. Если ты хочешь стартовать успешный блокчейн, думай об этих трех задачах. Давай вернемся к графику цены Algorand. Посмотри на него. Курс на историческом низе. Так низко в последний раз он был в 2019 году. Вот именно здесь лучше всего подбирать, а не на пиках, которые были вот здесь. Также есть несколько новостей за последние три недели, которые предвещают Algorand массовое принятие. Например, вот это. Мы только что узнали о том, что MetaMask уже завершил написание кода для поддержки Algorand. Пользователи MetaMask смогут хранить и отправлять Algorand прямо в своем кошельке. Это большие новости для этой криптовалюты, ведь MetaMask пользуются более 30 миллионов пользователей по всему миру. Затем еще одна очень интересная новость, которая показывает разнообразные способы использования Algorand. Для США сейчас это даже актуально, если мы вспомним снежный шторм, который поразил некоторые штаты. На конференции Decipher в Дубае объявили о создании платформы Kokua, которая обеспечит эффективность и прозрачность финансирования помощи жертвам стихийных бедствий, в том числе и таких, как снежный шторм. Эта платформа построена как раз-таки на основе блокчейна Algorand. Очень необычный способ использования, который, тем не менее, приведет Algorand к массовому принятию. Далее еще одна интеграция с популярным кошельком Exodus. Теперь криптокошелек Exodus может быть интегрирован с Algorand, в частности с платформой Algorand DAO. И это только начало. И, наконец, наверное, самое интересное, что могло произойти, это то, что Algorand нашел решение проблемы ликвидности. Да, у Ripple есть что-то похожее, ликвидность по требованию, но теперь и Algorand подтягивается. Я не буду долго это разбирать, скажу быстро и просто. Кризис ликвидности – это то, что в 2008 году стало одной из причин краха в крупнейших финансовых институтах. Сегодня мы уже наблюдаем некоторые проблемы ликвидности, когда крупные финансовые институты не способны выполнять свои финансовые обязательства перед клиентами. Algorand уже начинает решать эту проблему. Это очень большое событие для этой криптовалюты. Следующая криптовалюта – это Avalanche. Посмотри на ее график. Ничем не отличается от Algorand, не так ли? Сейчас AVAX находится на самом своем дне. Хотя, конечно, в своей истории он стоил и подешевле, кстати говоря, в 2020 году. Я бы подбирал его на отметках около 10,8 доллара, а также около 8 долларов и 4 долларов за монету. Что такое Avalanche? Это блокчейн-платформа, которая пытается решить трилемму, известную проблему всех блокчейнов – масштабируемость, безопасность и децентрализацию. Работает она на уникальной форме Proof of Stake, и этот блокчейн стремится к экстремальной масштабируемости и сверхскоростным транзакциям. Мы уже говорили об Avalanche не раз в прошлом, если ты помнишь, но сегодня я хочу рассказать тебе о новых инновациях этого проекта. Сегодня разработчики Avalanche работают над так называемыми субсетями, чего у других основных криптовалют нет. Эти субсети позволят любым внешним проектам подключаться к Avalanche, работать на Avalanche и сотрудничать с Avalanche, при этом не занимая никакого места и никакой памяти в блокчейне Avalanche. Тем самым никак его не загружая и не влияя на скорость транзакций, на стоимость транзакций и так далее. Еще одна причина, почему Avalanche выглядит привлекательно в этом году, заключается в том, что они запустили программу Multiverse на 290 миллионов долларов. Эта программа неразрывно связана с теми субсетями, о которых мы говорили ранее. Эта программа работает как Web3.0 и является поощрительной программой, которая направлена на ускорение принятия тех самых субсетей. Это привлечет пользователей в Avalanche из таких секторов, как децентрализованные финансы, игровая индустрия и NFT. Таким образом будет привлекаться капитал в родной токен Avalanche, что должно подстегнуть его цену в будущем. Давай разберемся, что такое субсети немного подробнее, объясняет сам генеральный директор Avalanche. Расскажите мне о том, что такое субсетия. Субсети – это наш способ масштабируемости. В будущем любой другой блокчейн без этих решений обречен. Наш блокчейн сильно отличается от остальных. С помощью субсетей разработчики смогут создавать надстройки в нашем блокчейне конкретно для своей программы. И самое главное, что он будет совместим с остальными. Кроме этого, он будет полностью легальный по законам США и сможет стать субъектом любой юрисдикции, если будет нужно. Субсети помогут крупным инвестиционным фондам оцифровать свои активы. Мы даем им полный контроль для этого, а пользователям дадим удобный интерфейс для взаимодействия с Avalanche. Третья монета – это Cardano. Об этой монете ты точно слышал, не напиши в комментариях, как ты к ней относишься. Cardano развивается, и на самом деле, несмотря на медвежь, рынок достигла многого в прошлом году. Хотя и мало кто это заметил. Например, команда достаточно хорошо справляется с распространением Cardano в африканских странах. Но кроме этого, она строит большие планы и на 2023. Давай посмотрим небольшое видео, которым поделился Input Output, то есть команда Cardano. 2022 год был переломным для экосистемы Cardano, а все благодаря вам, нашему сообществу. Глобальное движение предпринимателей, разработчиков и даже артистов построило новые решения, бизнесы и опыт. С 2015 года со всеми этими обновлениями именно наше сообщество обеспечило рост для экосистемы Cardano. В 2022 году мы видели 8 научно-исследовательских работ от академиков о Cardano, представленных на самых главных глобальных конференциях. При этом исследовательский центр блокчейна представил 39 научных исследований о децентрализованной технологии Cardano. Более 7,5 тысяч студентов присоединились к программе Plutus Pioneer. Это программа обучения разработчиков экосистемы Cardano. Около 2 тысяч студентов до сих пор учатся в Atala Pioneers. И почти 3 тысячи студентов подписались на Haskell Bootcamp, где изучают программирование на Cardano. Также мы запустили Marlowe Program, которая представляет собой новый способ запуска смарт-контрактов на Cardano. Разработчики Cardano были одними из самых активных в прошлом году. Это вылилось в более чем 56 тысяч обновлений и изменений на GitHub Cardano и более 270 репозиториев на Cardano GitHub. В прошлом году мы достигли 58 тысяч кошельков, которые зарегистрировались для голосования в проекте Catalyst на Cardano. Также Catalyst привлек 38 миллионов долларов для поддержки проектов по всему миру. Cardano профинансировала с помощью Catalyst более 1100 проектов из 91 страны. Таким образом, проект Catalyst на Cardano становится децентрализованным глобальным инновационным фондом. Сеть Cardano обработала более 50 миллионов транзакций между 3,5 миллионами кошельками за 2022 год. А количество стейк-пулов Cardano выросло до 3000 и 71% общего предложения Ада залочены в стейкинге. На данный момент в Cardano более 11 тысяч разработчиков, более 4000 смарт-контрактов и более 1100 проектов запущено. 7 миллионов нативных токенов выпущено на основе блокчейна Cardano. Более 2 миллионов NFT было запущено в Cardano. И в то же время мы видим строительство проектов на Cardano в Африке. Catalyst полностью финансирует 47 таких проектов в Африке. Кроме этого, есть 9 предпринимателей, которые уже работают с Cardano в Африке. В 2022 году предприниматели из Танзании, Кении, Нигерии, Эфиопии и так далее работают над решениями в сферах денежных переводов, микрокредитов, образования и здравоохранения. И все это на основе блокчейна Cardano. У Cardano на самом деле, кроме фанатов, достаточно и хейтеров. Возможно, и за Чарльза Хоскинсона. Но в этом видео он объясняет, почему, например, Уолл-стрит не любит Cardano. И причина на самом деле достаточно интересная, неожиданная для тебя. Конечно, некоторые не любят Cardano, потому что у нас нет экономики для их понци-схем. Будем честными, большинство всех этих венчурных капиталистов просто охотятся за ликвидностью. Они ждут, когда и где выйдет токен, как получить раннее распределение токенов и как его продать, когда розничные инвесторы зайдут. Мы видим множество таких блокчейнов, которые запускаются на высоких ценовых уровнях, затем инсайдеры дампят цену и уходят с кучей денег. Cardano просто-напросто не предоставляет им такой возможности. Четвертая монета – это Космос Атом. И большую часть необходимой информации об этой монете я узнал от Coin Bureau. По мнению Coin Bureau, это одна из лучших монет для того, чтобы за ней следить. Фокус этой криптовалюты заточен на том, чтобы сделать ее кастомизированной и совместимой. Вместо того, чтобы ставить во главу приоритетов собственную сеть, Космос стремится создать экосистему сетей, в которой можно обмениваться информацией и токенами безо всяких проблем и без централизованного органа управления. Это отличает Космос от других криптовалют. Давай послушаем, что говорит о Космосе Coin Bureau. Я думаю, что это великолепный проект. Мне он нравится. Мне нравится идея совместимости с другими блокчейнами. И я думаю, что технология проекта совершенно отличается от других. За проектом стоит великолепная команда. А также у Космоса действительно сплоченное сообщество. Я бы точно подбирал немного монет, чтобы стейкать. У них хороший процент для стейкинга. Но самое интересное, что даже создатель эфириума Виталик Бутерин отзывался об этом проекте с большим уважением. Давай послушаем. Я думаю, что экосистема Космоса достойна уважения. Это одна из тех немногих криптовалют, которая пытается сделать совершенно другой способ взаимодействия с блокчейном. Да и совершенно другой дизайн блокчейна. У них свое видение. Огромное количество блокчейнов в одной сети. У каждого блокчейна небольшое количество валидаторов. Они используют протоколы для общения между собой. И они немного уступили в общей безопасности. Но зато прибавили больше модульности. По моему мнению, они больше про техническую сторону вопроса. Они совершенно не занимаются каким-то там пиаром, пампедам схемами, покупками стадионов. Это, кстати, хорошая отсылка к FTX. Они не распечатали свое лицо и не расклеили его по всему Сан-Франциско. Это то, что я уважаю. И, наконец, ребята, последняя монета. Это Binance Coin. Ее судьба определенно зависит от успеха в крупнейшей бирже Binance. Но учитывая то, сколько централизованных организаций в прошлом году обанкротились и ушли с рынка, Binance на самом деле от этого всего только выиграл. Все может случиться, но пока что Binance показал себя сильным игроком. Binance выпустил видео с ответами на вопросы сообщества, в котором тоже подвел итоги 2022-го, а также определил цели на новый 2023-й. Давай выделим несколько самых главных вопросов из этого видео и послушаем ответы. Что случилось впервые для Binance в 2022-м году? Да много чего. Я бы назвал 33 новые страны для Binance в 2022-м году. Я встречался с некоторыми главами регионов и регуляторами впервые. И со множеством пользователей и сообщества тоже впервые. Индустрия впервые столкнулась с некоторыми вызовами. Так что много чего произошло для нас впервые. Если пользователи Binance выведут все свои деньги одновременно, Binance переживет это или потерпит крах? Если все пользователи Binance выведут все свои деньги одновременно, обанкротится ли Binance? Краткий ответ – нет. Мы будем прекрасно себя чувствовать. У нас более 100% резерва на каждую монетку клиентов, которую мы держим. Так что можете выводить, когда захотите, если сомневаетесь. Ничего страшного не произойдет. Какой самый ценный урок вы усвоили, строя Binance? Хм, есть где-то три таких урока, очень ценных. Первый. Всегда веди себя отично. Никогда не выходи за пределы этикета. Никогда не используй деньги клиентов. Никогда не бери долги. Никогда не делай то, что повредит твоим клиентам. Несмотря на то, что мы держим огромное количество активов наших клиентов, мы спим спокойно, потому что знаем, что делаем правильное дело. Второй урок. Строй сильную команду. Я думаю, Binance очень повезло, что у нас такая сильная команда. И третий урок. Будь всегда на связи с людьми, со своим сообществом. Это и пользователи, и клиенты, и регуляторы, и даже традиционные финансовые игроки. Короче говоря, эти три урока помогли Binance стать очень успешным. Если Binance удастся в 2023 году показать себя сильным игроком, думаю, доверие к этой бирже будет самым большим по сравнению с доверием к другим. Блин, биржа успешно пережила вывод более 6 миллиардов долларов. Это поразительно. На этом все. Помни, как только это видео набирает 2-3 тысячи лайков, я сразу же приступаю ко второй части и расскажу о еще 5 альткоинах, на которые стоит обратить свое внимание в этом новом году. Ну и меня зовут Богатейший Ди, если видео было полезным или интересным, не забудь поставить лайк, а также подписаться на канал, если ты здесь впервые. Здесь мы регулярно говорим о самых важных событиях из мира криптовалюты. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok